прием 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 здравствуйте господа меня слышно дамы и господа приветствую вас ребята из солнечного буэнос-айреса я вас очень хочу прочитать мне не очень понятно хорошо ли меня видно и слышно пожалуйста напишите в чатике супер еще раз приветствую вас из солнечного теплого если честно прям очень горячего буэнос-айреса это аргентина у нас как и у вас рождество мы мы с дашей рады вас поздравить и с праздниками с новым годом с рождеством хотя здесь конечно пока не очень ощущается именно этот праздник их католическое рождество да я вам рассказывал по моему в рождество не сильно ощущалось все сидели по домам ну соответственно православное и тем более они не слышно не видно вот но надеюсь вы за столом с близкими с друзьями ну или уже или уже были там так а давайте сейчас еще дадим сигнал всем тем кто еще не пришел пока что можно пожалуйста вас попросить написать в двух словах где провели новый год и как провели праздники это безумно интересно потому что у меня тут есть для вас свои истории вот и мне тоже хочется узнать кто как встречал эти дни а я пока сделал одну очень важную вещь позову сюда на стрим людей из других площадок господа добрый день привет вам из солнечной аргентины из буэнос-айреса все те кто сейчас не занят свободен в этот прекрасный чудный день и собственно праздник рождество кто уже освободился от всех забот и дел пожалуйста приходите на стрим в ютюбе ссылка в профиле будем вас ждать поболтаем просто зажили были на балкончике ждем вас вот как-то так это все делается так ну что мы уже здесь я уже здесь вы уже здесь ребят я честно говоря не понимаю то ли так тормозит стрим то ли тишина в чате окей давайте расскажу как как у нас дела потому что за последнее время тоже было несколько всего интересного сделаю потише музыку наверно вам нормально слышно там музыка должна быть на фоне тихонечко должна играть тихонечко ничего громкого навязывающего но вот так фоном чтобы создавалась приятная атмосфера в прошлый раз меня за музыку забанили и в этот раз я сделал работу над ошибками теперь в этот раз играет музыка из платной коллекции да я плачу за музыку каждый месяц чтобы она была красивая уникальная и не блокировалась и тюбом вот то есть сервисы по подписке освобождающий от ограничений по авторским правам вот поэтому сейчас у вас играет уникальная музыка фоном ненавязчиво вот итак друзья мы с вами виделись в прошлый раз здесь же на балконе общались так сказать зажили были с тех пор пошла подготовка к праздникам прошли праздники и у меня было ну несколько ярких впечатлений значит я побывал дедом морозом меня пригласили люба наша подруга пригласила поучаствовать в небольшом таком мероприятии которое же она и по-моему устроила нужно было поздравить детей друзей с новым годом при том в костюме деда мороза и не санта клауса я напоминаю мы в аргентине тут тут санта клаус а именно в костюме деда мороза в общем какими-то правдами и неправдами люба раздобыла костюм деда мороза и снегурочки и мы устроили детям друзей и знакомым в общем русскоязычным семьям настоящий праздник одну секундочку у меня тут есть один момент подождите пожалуйста да я тут обращался к даши вот да мы были мы были героями сказки которые устроили детям друзей они конечно вообще этого не ожидали но обо всем по порядку сейчас я заварил себе маты опять как в прошлый раз кто сказал долгий чай длинный чай что-то такое да я на балконе тут ездят автобусы и мотоциклы поэтому могут фоновые шумы быть но не страшно вот и мы значит подготовились придумали программу приехали нарядились это вообще конечно люба в каком-то русском доме в аргентине то есть это русский дом это типа как сообщество да это не знаю коммерческая или некоммерческая организация но чем целая организация нашла эти костюмы шикарные и мы появились просто естественно откуда ни возьмись ну порядок вот я думаю примерно понимаете все детьми были вот у многих дети есть в общем было классно дети вообще этого не ожидали мы в том числе и родители разыгрывали некоторые даже знакомые были родители но было классно по крайней мере делать сюрпризы тем кто искренне и эмоционально на них реагирует это всегда очень и очень приятно это было прям ну накануне нового года 31 декабря после чего это днем было после чего мы очень быстро очень быстро я поехал домой а я кстати дед мороз на мотоцикле приехал о да это вообще ну я правда не в костюме был но тем не менее в общем я на мотоцикле поехал быстро там его в гараж сам домой готовится к новому году тут Даша уже во всю салаты резала ну она по-моему уже там заканчивала вот и и в три часа дня мы сели праздновать даже в 3.30 наверное по местному времени мы сели праздновать новый год с ну с моими родителями потому что в 4 часа дня по местному времени в Екатеринбурге уже полночь и и я созванивался да с мамой и с папой там моя тетя была и вот мы по видеосвязи встречали новый год прям слушали куранты ну было классно в том году я встречал новый год с ними я прилетал я уже жил в Грузии я прилетал из Грузии вот и мы встречали новый год все вместе ну и я после нового года улетел вот в этом году лететь подальше поэтому ну не вариант очень подальше вот поэтому по видеосвязи но было классно как в старые добрые времена так я не понимаю чат алё алё там вообще что там проходят какие-то сообщения хоть плюсик поставьте хоть смайлик пришлите мне нужно понимать насколько все хорошо работает очень важный момент просто если не работает то вообще все зря поэтому ну надо либо что-то поправить в общем дайте знать опять контрольный замер звук хорошо ли слышно есть ли фоновая музыка и чат просто напишите как раз туда вот мне ну важно потому что это все останется потом загруженным на YouTube нас будут смотреть ну те кто не видел в том числе и из России и из Аргентины и местные аргентинцы holo amigos que tal como estas в общем привет Аргентине ага так вижу гамар джоба все отлично значит 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 все работает супер все супер супер вот и давайте расскажу дальше значит я отметил новый год с родителями ну их новый год у нас это было 4 часа дня с Екатеринбургом потом потом созвонился уже с Грузией поздравил ребят своих кто сейчас в Грузии живет ну в смысле не сейчас а теперь уже вот пообщались очень скучая по ним вот поздравили поздравил их потом созвонился опять же по видеосвязи снова с Екатеринбургом с нашими друзьями вот ну в общем наверное часов до 6 дня я все был на связи и уже начал отмечать и после этого да была небольшая пауза мы тут собирались так сейчас секунду читаю чат да тут плюсик все отлично слышно видно привет из Волгограда спасибо большое спасибо в Волгограде кстати мы были несколько раз вот такой город ну правда нам понравилось мы были проездом и даже успели несколько несколько раз мы были и несколько раз гуляли в разных местах города Нам понравилось Просторный, красивый Ну, конечно, мы были в центральной части Ну, в общем, очень люблю города, которые находятся возле большой воды Река, море В общем, да Волгоград супер Вот Так Возвращаюсь И после этого мы начали собираться в гости Да, Новый год мы встречали в гостях Опять же, вот, ребята Наша подруга Люба Ее друзья И друзья друзей И, в общем, была компания Там 8 человек, было здорово Мы Встретили Новый год Повеселились И дальше пели караоке До глубокой ночи Вот Собственно, так Так все и прошло, но при этом Была селедка под шубой Холодец Мимоза Не, мимоза дома нас ждала Бутики с икрой были Вот И в целом было хорошо В общем У нас Новый год удался Но Мы Не видели прямо Повально Чтобы все отмечали этот Праздник Мы слышали, что Где-то в полночь Там кто-то Вдалеке там Засвистел Захлопал Но такое ощущение Что это может быть Ну, какие-нибудь русскоязычные соседи были Но так, чтобы на улицах Там фейерверки Шум, крик Машины гудели Такого вообще не было Даже близко Вот Это, конечно Непривычно немножко То есть А где праздник-то? Ну, массово Мы-то себе устроили Понятно А остальные Вот Ну, в общем Так, в принципе Мы эту ночь и провели И, наверное, часа в 4 Мы поехали домой Вот А дальше 1 января Все по классике Сейчас расскажу Так, ребят Кстати Вот посередине экрана Внизу Это Топ донатеров Вот Я его включил недавно Вот За последние 30 дней Тут будут появляться имена Тех людей Которые Больше всего поддержали И помогли каналу Вот И Кстати, у меня возникла Прикольная мысль Ладно К ней чуть позже вернусь Давайте про 1 января 1 января У меня Были припасены пельмени Мимоза Холодец Шампанское И Ближе к вечеру Я сел там Какие-то фильмы смотреть Было так вкусно Ну, вот, короче Как на родине Вот как дома Вот вообще шикарно Особенно с пельмешками Вообще Это прямо Отдушина была Я так соскучился Хинкали пельмени Уф Уф Вот, в общем 1 января прошел Так, по-домашнему За столом А 2 числа, по-моему Мы поехали гулять И обнаружили недалеко Обалденный парк Длинная-длинная Прогулочная такая парковая зона Идет рядом с водой Идет рядом с водой Вот Там вот Вода Это очень широкая река Которая разделяет Аргентину и Уругвай Она реально очень широкая То есть Мне кто-то писал Что она В максимальной ширине разлива Там 60 километров даже, по-моему Достигает Вот Но, в общем Берега не видно И мы шли вдоль этой воды Там, значит Виндсерферы Парусники Кто-то купается даже Хотя у него цвет такой Что я ни за что бы не залез И в это время Тут же В этом парке На набережной Люди гуляют Бегают Играют в баскетбол Классные площадки Есть Я не знаю, что это за вид спорта Это Играется как ногами То есть футбольным мячом Но через маленькую сетку Как, знаете, как теннис И у каждого три касания На, видимо, прием Обработку И удар Прикольно Вообще Такой футбольный теннис Очень понравилось И там же Детские площадки Зоны отдыха Фудкорты Уличные С всякой прикольной Ну, с фастфудом прикольным Там, типа Хот-доги Какие-то коктейли Пиво Вот В общем На любой вкус Можно Заняться там И провести время Вот Мы погуляли там И В целом Ну, место очень Знаете Облагороженное То есть мы оценили Именно, что Ну, во-первых Ухоженность места Во-вторых Мы поняли, что Действительно Аргентина Это Хоть и находится В Латинской Америке Но Это европейские люди То есть И отдыхают Они соответствующие То есть Сидят на лужайке На травке Пьют Вот Ваш Как вы называете Длинный чай В общем Красиво Нам очень понравилось И Знаете Это как-то Близко Это Откликается Галмарджус Пишет Гоша Гоша на связи Гоша сейчас В Грузии Привет тебе, дорогой Так 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 Что там Сейчас посмотрю Кто-нибудь еще подъехал К нам из этого Нет Куда-то все пропало Шеф Все пропало Ну да ладно Гоша Напиши в двух словах Что там Как у тебя дела Чем занимаешься Почему не спишь Вот И И А И Третьего числа А Подождите секунду Эу Так И Третьего числа Третьего числа К нам пришли гости И мне Коля Вот Коля с Файей приходили Это вот ребята С кем мы Оу А че все А где все Что-то все пропало Ребят Видео не видно Что случилось Ну-ка 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 Где Черт возьми Видео Я так понимаю Что меня Слышно Но Все подвисло Сейчас сделаем Ага Слушай У меня почему-то камера Выключилась Вот Вот в чем дело было Да Все Вроде Должно быть видно Вот И третьего числа К нам приходили гости И Коля Принес Какие-то прикольные игры Которые запускаются На компьютере А играть могут В них все С телефона И Очень Смешные игры Для компании Где надо Придумывать Продолжение Фразы Где Какой-нибудь Просто безумный проект Придумать И презентовать Его как-нибудь Очень смешно В общем Это Классные игры Для компании И у меня Зародилась мысль А может быть Взять И на каком-нибудь Стриме Вместе с вами Поиграть Ну типа Это ж вообще Супер будет Мы сможем Взять несколько человек И Остальных зрителей Подключить Зрителями там А там зрители Могут голосовать Даже за лучшие Варианты ответов Вот Ну в общем Мы сможем Все дружно Коллективно Прямо Поиграть В какую-нибудь Веселую игру Вот Просто надо Будет Как-нибудь Пораньше Наверное Выйти В эфир Подготовиться К этому Ну технически Вот Вам Взять какие-нибудь Вкусняшки Или налить Что-нибудь веселое Разогревающее И прям вот Повеселиться Мне кажется Должно быть Очень интересно Как вам мысль Кто бы хотел Поиграть Или Ну да Напишите Вообще Интересно Неинтересно Просто Интересно Попробовать А может быть Вообще Сделать это Ну какой-то Ладно Подумаем Напишите пока Вот Гоша пишет У него Отличные дела Приехала мама И сестра Мы гуляем по Тбилиси И объедаемся Хинкалями Гоша Я тебя Очень понимаю Я делал бы Точно так же Немножко даже Завидую Вкусно тебе Да Вот Гоша Оставил тебе Байк свой А ты разрешил А ты ему разрешил Пользоваться Твоим байком Или ты его уже продал Не ребят Я свой байк Еще не продал У меня пока Не получается Его продать Потому что В Грузии Ну типа сейчас Как не сезон Идет И Ну нормально Кататься Можно Только в Батуми Потому что В Горной Аджаре Снег По дороге Из Тбилиси В Батуми На перевалах Снег Ну то есть Погода Не Располагает Тому Чтобы проехать Всю Грузию На мотоцикле А в Батуми Всегда прям Прекрасная погода Плюс 14 Плюс 17 Поэтому там Кататься можно И байк Стоит там Но правда Гоша сейчас В Тбилиси Вот Если Гоша Приедет в Батуми Я не против Я ему сказал Бери Катайся Вот Это Это так По-братски Короче Как это Хороший взаимообмен Да короче Не жалко Пускай катается Вот И Я на его Мотоцикле Здесь Знаете Ну я думал Что я буду Прям вообще По Буэнос-Айресу В это время Кататься Смотреть районы Куда-нибудь За город Съезжу Что-то как-то Не очень Это получается Но По делам У нас тут Много организационных Вопросов Связанных С нашей Легализацией Тут Вот И Вот эта Бюрократия Заставляет Очень много Покататься Везде По всяким Инстанциям И службам И вот Гошин байк Вообще Выручает Я Прям Ну Регулярно На нем Поэтому Спасибо тебе Гош Добрый вечер Хотел узнать Что там С сайтом И недвижкой Кроме Суммы Что мы Видим На сайте Какие Еще Есть Доплаты А Это Вы Про Про Недвижку Да Сайт Рестату Я Кстати Прикрепил Ссылку В Описание Этого Стрима Если интересно Переходите Посмотрите Слушайте Ну Какие Я вам Там Все В принципе Так и Расписал Как оно Есть То есть По Недвижке Здесь Сумма Которую Надо Изначально Подготовить Состоит Из Трех Частей Это Оплата За первый Месяц Вашей Недвижимости Это Депозит В размере Одного Месяца Это Возвратный Депозит Это Не плата За последние Месяцы Или еще Что-то Это Конкретно Депозит Который Вам Управляющий Компании Здесь Она Как правило Ну Там В зависимости От срока Но Там Примерно 20% Вот Все Мы В свою Очередь Ну Как Многие Там Помогаторы Здесь Делают Мы Сверху Ничего Не берем Мы Ну Заставляем Местные Управляющие Компании Сотрудничать С нами На Наших Условиях Ну Короче Они Делятся Своей Прибылью В этом Наш Интерес Вот То есть С вас Сверху Никаких Допкомиссий Вот И все А что Еще Тут Ну А в зависимости От объекта Бывает Разница В коммуналке Включена Не включена Но Как коммуналка Тут в основном Это электричество Все остальное Включено Даже Если Электричество Не включено То Оно Выходит Здесь Примерно В 10 Долларов В месяц То есть Вообще Не Не Напрягает Вот У нас Также Мы Платим Только За Электричество У нас Вообще Вот В квартире Включена Вода Интернет Ну В общем Нет Никаких Дополнительных Плат Только Электричество Но У нас Выходит Ну Типа У нас Кондер Работает Все Время Почти И Выходит Примерно Я вам Сейчас Скажу Ну У нас За Октябрь Вышло 5 Долларов Ну Может Быть Ну Тогда Наверное Мы Не Столько Включаем Ну Сейчас Может Быть Ну Край 10 Долларов Выйдет Вот Тут Просто Приходят Счета Сразу За Несколько Месяцев То есть По Два Месяца Они Приходят Они Не За Каждый Вот Ну Короче Это Вообще Незаметно Все Дополнительных Никаких Затрат Нет Вот У нас Тут Приезжают Разные Наши Клиенты Получаются Гости И Мы Ну Короче Мы Так Решили Мы Просто Даем Контакт Если Вам Нужно Чтоб Вас Встретили На Большой Машине С Это Типа Как Volkswagen Keddy По-моему Называется В общем Большая Машина С Большим Багажником Ну По типу Ларгуса Мы Просто Даем Контакт Этого Чувака Который Таксист Ну Или Как Встречающий Трансфер Давайте Так Его Назовем И Он Вы Сами С ним Договариваетесь В Какое Время Он Вас Ждет Короче Мы Не Тратим На Это Время Но Просто Может Дать Вам Контакт Человека Который Ну Вас Встретит Дождется И Привезет Куда Вам Надо На Одном Такси Это В случае Если У вас Много Вещей Потому Что Мы Приехали Сюда С Пятью Чемоданами Двумя Рюкзаками И Личными Вещами В руках И Мы Просто В одно Такси Не Влезли Да Я Думаю Что Мы В два Такси Не Влезли Вот Поэтому Если Нужно То Вот Так Так А Какая Оплата Компании Old Money Пишет Вопрос Не Понял Какой Компании Ну Наверное Я Уже Сказал Про Это То Еще Раз Нам Нам Наши Клиенты Ничего Не Платят Они Платят Только В Управляющую Компанию Но Это В любом Случае То есть Где бы Вы Не Искали Вот Управляющую Компанию Все Они Берут Одинаково Вот Везде По Буэнос-Айресу Одинаково И вот Столько То есть Вопрос В том Что Некоторые Компании Готовы Сотрудничать И А Некоторые Не готовы Вот Ну В общем Мы Находим Те Компании Которые Готовы Поделиться Своей Частью Своей Прибыли Вот И Уже Работаем С ними То есть Мы Продавливаем Зачастую Условия Ну Которые Нам Интересны То есть Некоторые Просят Оплату Например Вперед Не за месяц А за полтора Месяца Я вообще Этого Не понимаю Я прям Бьюсь С ними Я говорю Ну вы что Ну вот Вам Не понимаю Вот И У меня Такой Подход Не нравится Я прям Ругаюсь Ну с Некоторыми Честно скажу С некоторыми Мы Как бы Вот С Управляющими Компаниями Не сошлись И Ну и Не будем Общаться А там Сколько Примерно Какие суммы На сайте Нет инфы Про управляющую Компанию Вот и стало Интересно Смотрите Мы Работаем С разными С несколькими Управляющими Компаниями Ну Я Не Открываю Их Потому что Они Постоянно Меняются Вот В любом Случае Весь Контакт Через Нас Там Цифры 20% От Суммы Контракта То есть Если У вас Квартира Стоит 800 Долларов В месяц Например Давайте Вот я Калькулятор Открою И вам Покажу 800 Долларов В месяц Вы Хотите Снять Квартиру Например На Три Месяца То есть Сумма Вашего Контракта Это 800 Долларов Месяц Умножить На Три Месяца Это 2400 Долларов Сумма Контракта За Три Месяца Вот От Этой Суммы 20% То есть 480 Долларов Ну Примерно Вы Оплатите Комиссию Управляющей Компанией Вот То есть Это Их Комиссия Вот Примерно Такие Цифры Ну Примерно Везде 20% Но Это Зависит Еще От От Срока На Который Вы Хотите Заключить Контракт То есть Если Вы Хотите Заключить Допустим На Полгода Там Можно Подвигаться По Их Комиссии То есть Это Может Быть 15% Если На Год Я не знаю Там Наверное Можно и на 10 Договориться Мы пока Еще Не заключали На год Понял 20% От Суммы Контракта Много Хотят Что-то Слушайте Я С вами Согласен Да Но Блин Тут Честно Мы Прошерстили Кучу Управляющих Компаний У них Вообще Такое Ощение Что Одинаковая Ставка А Еще Знаете Прикол Что Как Они В Грузии Маклеры В России Риэлторы В общем Агенты По Недвижимости Здесь Типа Люди Учатся На Агента То ли Два Года По-моему Два Года Сказали И Получает Прям Корочки Агента По Недвижимости Так Что Это Вам Не Мелочь По Карманам Тырить То есть Квартира Возрастет В месяц Плюс 20% Да Все Правильно То есть Квартира 550 Долларов Умножить На 1 2 Да Она Становится 660 Все Правильно Правильная Математика Так И Есть Вот Но Дело в том Что Напрямую Ну Типа От Собственника Здесь Не найти Тут Еще Есть Частая Тема Требуют Подтверждения Дохода То есть Надо Надо Указать Ну Надо Какие-то Справки Там Выписки Со счетов Трудовой Договор В общем Подтвердить Свой Доход На Протяжении Последнего Года Что Ли Вот Даже До Такого Доходит Вот Так что Свои Приколы Так Одну Секунду А Вот Пишут Ола Амиго Да Пишут Что За пределами Буэнос-Айреса Жизнь дешевле Пишут Контакт Выше Да Ну Абсолютно Точно Потому что Буэнос-Айрес Это столица И Помимо Помимо того Что Просто столица Огромного Государства И сюда Также Я думаю С многих Концов Страны Съезжаются Те же Студенты Например Те кто Там Ищет Лучшей Жизни Тут еще И На Всем Континенте Это Ну Такой Очень Культурно Наверное Передовой Город Это Ну Да Наверное Самый Самый Топовый Такой Город На Всем Континенте Южной Америки Сюда Очень Много Едет Особенно Зимой Жители США Канады Потому что У них Там Холодно А Здесь Тепло И Для Них Здесь Очень Дешево Вот Поэтому То Что Мы Там Смотрим 550 Долларов Или 660 Для Людей Эта разница Это Чисто Поужинать Один вечер Ну Для Жителей США Например Поэтому Там Вообще Вопрос Вот В этой Дельте В этой Разнице Он вообще Не стоит А здесь Очень Много Приезжает Американцев Именно На На зиму На зимние Каникулы На зимовку Это Здесь Самый Удобный Вариант Вот Поэтому Ну Я Тоже Честно Говоря Не совсем Согласен Далеко Не совсем Мне кажется Что Комиссию Агентству Комиссию Управляющей Компании Должен платить Собственник Потому Что Это Он Не хочет Сам Суетиться Находить Арендаторов Заниматься Квартирой То есть Где-то Что-то Сломалось Где-то Там Что-то Надо Обновить Прислать Починить Это Все Занимается Управляющая Компания Собственник Вообще Ничего Не делает Он Мне кажется Просто Забывает Об этой Квартире И только Каждый Месяц Имеет Свой Процент С этой Квартиры Вот Но В таком Ключе Если Собственник Этим Не занимается Поручает Это Управляющая Компания Мне кажется Он и должен Делиться Своей Прибылью А не Брать Это Дополнительно С Арендаторов Но Как бы Рынок Диктует Условия Панчо Мостаса Кордоба Так Один момент Я сейчас Переведу Полностью Чтобы Понять Всю Суть Мы Мы Думали Рожать В Буэнос-Айресе И лететь В Пордову Пишет Человек В чате Ну Да Да Тут Знаете На самом деле Может быть Имеет Смысл Может быть Можете У нас Как-нибудь Так Оно Обернется Потому что Сейчас мы были заняты Рождением Нашей дочки В данный момент Мы занимаемся Оформлением документов И бегаем Постоянно По всяким Вот инстанциям Дальше Когда С этим Все утрясем И в принципе Нам не нужно Будет обращаться Здесь Вот в эти службы Надо будет Просто Жить И дальше Там Просто Так же работать Как я и работал Удаленно То в принципе Можно поехать И в какую-нибудь Интересную Интересный регион В Аргентине Тут есть Винный регион Мендоса Есть Горнолыжный регион Барилочи Есть регион Где киты водятся Есть регион На океане Довольно теплый регион Можно вообще В самый юг Туда В сторону Антарктики Там тоже красота Но это лучше летом Там зимой очень холодно А можно вообще Пересечь будет Вот эту реку И побывать В Уругвайе Например Вот Поэтому вариантов Очень много И честно говоря Страна очень интересная Очень разнообразная Конечно Очень хочется Все посмотреть Сейчас только Разберемся С делами основными Здесь С организационными Я думаю Что можно ехать У нас квартира Здесь до апреля Вот посмотрим Как раз Лето закончится Можно будет Бархатный сезон Куда-нибудь И рвануть Так Да Мы тоже планировали Подать документы Сдать отпечатки Ну Да Тут Есть Две ветки Связанных С документами С легализацией Это ветка Миграционной политики Миграционной службы Где надо просто Получить Типа Карточку Постоянного места Жительства Резидентства Есть ветка Гражданства То есть Это две параллельные ветки Гражданства Через суд Ну в общем Мы пока занимаемся Легализацией Своего резидентства Здесь То есть Местонахождение Дальше уже Будем смотреть На вопрос Гражданства Потому что Мы Не собираемся Никуда Отсюда поезжать В ближайшее время И Я думаю Что это самый Объективный вариант Так Какая-то порочная практика С этим вопросом В Аргентине Ну слушайте Ну Рынок Тут Вопрос Не в людях Рынок Диктует условия Если Люди Это берут То есть Спрос есть То Вот Предложение Будет такое Вот Что еще Так Уехать в Квардову Или Мендозу Да Возможно Возможно Но по крайней мере Попутешествовать Очень хочется Отпечатки Когда сдавать Вам Какое время Занимает Мы отпечатки Уже сдали А Ну я съездил Сдал Я подал На ускоренное Оформление И уже Сдал отпечатки Получил справку О несудимости Здесь Даша Будет уже сдавать На месте Ну при оформлении Общался с девушкой Она мне сказала Что с момента Рождения ребенка Она себе лично Получила паспорт Только через Один год И четыре месяца Да Это Ну вполне Я думаю Реальная цифра Все может быть Ну Пускай Еще раз говорю Мы никуда не торопимся Просто Просто живем здесь Нам какая разница Где это будет По сути Уже сдали Александр Вы красавчик Спасибо Ну да Мы Сейчас Хотим поднажать И очень оперативно Решить Основные вопросы Чтобы дальше уже Время ожидания Упиралось не в нас То есть Не мы затягивали Это все Вот такие дела Так Что еще Было За последнее время Про гостей Я вам рассказал А У нас Был прекрасный день Мы ходили В гости Туда же Где мы праздновали Новый год Мы ходили в гости И Там была Забронирована Гриль-зона Париша Она называется Здесь Мы Получается Жарили мясо Стейки Овощи На гриле Во дворе Хорошего Жилого комплекса И тут же У нас был Большой-большой Бассейн Вот мы Плавали Жарили мясо И Все бы ничего Просто очень необычно Что это было 4 января На улице На улице Вот В общем Очень понравилось Это конечно Прекрасный бонус Для Квартиры Для жилого комплекса Вот Но конечно Это сказывается И на стоимости Вот По-моему Ребята Которые там снимают Платят за это Что-то около Полутора тысяч долларов За апартаменты Вот Но С хорошим видом Зато Довольно просторный Очень просторный И вот С такими приятными Бонусами Вот В общем Все зависит От ваших Возможностей Какие примерно Траты у вас В долларах До 1400 Рассчитываю Свой баланс Растянуть На 36 месяцев Слушайте Я вам затрудняюсь Сказать Потому что У нас Постоянно Всплывают Сейчас Какие-то Траты Организационные Ну Например Я сейчас Примерно Скажу Вот Из этих Трат Я Сейчас До конца Не понимаю Сколько мы Тратим В месяц Ну Реально На жизнь Потому что Сейчас Пока Мы Постоянно Что-то Вкидываем Это разовые Но довольно Такие Существенные Траты На какие-то Вот моменты По Оформлению Ну Например Мы переводили документы У официального Переводчика Ну Русские документы Там Справка Несудимости Свидетельство О рождении Свидетельство О браке И мы Отдали За Эти документы Ну Что-то Там 300 Баксов Ну Это Просто Вот Разом Плюс Что-то Еще Было Такое Прям Недавно Короче Тут Постоянно Куда-то Надо Заносить Только Только Заноси Вот Мы Я Меняю Деньги По чуть-чуть Потому что Курс Постоянно Меняется Ну Буквально Там В неделю На жизнь Там Ну Короче В неделю Где-то По 200 Баксов Я Меняю Чисто На Жизнь Но Но Плюс Еще Вот Что-то Возникает Ну Короче Не знаю Но Я думаю Что Вот Эту Цифру Которую Вы написали Ну Это Как Минимум Рассчитывайте На Это Если У вас Вот Будут Такие Же Организационные Вопросы Вот Мы Кстати Уже Очень Мало Ходим По Заведениям Последнее Время Последний Месяц Я Прям Тут Развернулся И Готовлю Дома Мы Зовем Гостей Мы Сами Ходим В гости И Это Кстати Очень Много Решает Во Первых Ну Я Вкусно Готовлю Во-вторых Да Все таки Ходить в гости И там Допустим На балконе Или вот В гриль зоне Пожарить мясо Ну Это выйдет Конечно Выгоднее Чем Идти в ресторан Мы Первое время Когда приехали Конечно Все было в диковинку И тем более Когда мы Жили еще Ну Не постоянной Квартире Вот в этой А Снимали посуточно Мы вообще Не ели дома Мы Не разворачивали Даже чемоданы Вот И конечно Да Пробовали Всякую еду Вот Ну Сейчас Все Успокоилось Все как обычно Короче Даже меньше Чем в Грузии Ходим Заведение Вот А так Ну Вот Мы еще Сейчас Так как с ребенком Первое Первые такие Наши Месяцы Жизни Да Мы тоже Привыкаем Смотрим Как это Мы не так много Еще ездим Куда-то И путешествую Ну Максимум Тут Несколько остановок Проехать В парк Погулять Вот Конечно На это тоже Сейчас меньше Уходит Но в целом В планах Есть все равно Покататься по Аргентине Очень хочется Посмотреть Впитать Это все Потому что Ну я думаю Что Столица Это не всегда Отражает суть Страны И чтобы понять страну Надо Ну надо поездить По крайней мере С Россией И с Грузией У меня получилось Именно так То есть Россия везде Очень разная И Москва Это не Россия Зачастую И Грузия Везде Очень разная Не то чтобы Там в Тбилиси Не Грузия А в смысле Каждый регион Грузии Он самобытный Он отличающийся И Грузию Тоже можно было понять Только покатавшись По разным Регионам Так Просто ситуация такая Скопил 50 тысяч долларов Решил поехать за паспортом Жена на четвертом месте Все документы уже запастелированы Думаю Скоро вылетать Конечно И смотрю на все это Как на инвестирование Планировал 3 года Просто Релаксировать Ну посчитайте То есть Если 3 года 3 года На 12 месяцев Это 36 месяцев Да 50 тысяч Разделить На 36 Ну да 1300 Ну да 1400 И получается Слушайте Ну наверное Наверное получится Если честно Потому что Затраты больше Будут в начале А И смотрите Во-первых Если вы едете На 3 года Вы можете снять квартиру Не на 3 месяца И на 6 месяцев А снять ее Допустим Сразу Надолго Это будет Сильно дешевле Это первый момент То есть У вас Ну там Уже Сильно Затраты сократятся Второй момент Основные затраты Все равно будут В первое время На Вашу легализацию Здесь На все Организационные моменты Потом Когда вы Их утрясете То есть Первый год Вы можете Допустим Полгода Пожить в Байросе Все это сделать И действительно Переехать И снимать Ну там Пожить Где-то В разных регионах И снимать Допустим Подольше Да даже Если вы будете По полгода Жить в разных регионах Но не В Буэнос-Айресе Это выйдет дешевле Короче говоря Я думаю Что это вполне можно Вот Хорошая заявка Прикольно Если у вас будет Еще какая-то Подушка На всякий случай Ну на всякий Но Я думаю Что Вообще Вполне Можно уложиться Вообще Вот Кстати Очень интересный Опыт Будет Если Вы Все-таки К этому Приступите Отпишите Дайте знать Очень интересно Как будет развиваться Ваша история Мне всегда Очень интересно Следить Вот за людьми Ну Типа Каким путем Они идут К Своему результату Вот Слушайте Ребят Меня На самом деле Солнце Уже Прям Поджигает В ногу Здесь Оно Очень Кусачее И колючее Вот Поэтому Я буду Потихонечку Сворачиваться Если Кто-то Хочет Из вас Поддержать Канал Welcome Вот По QR-коду Где Это Получается Вот Там Вот QR-код Можете Навестись Или по ссылке В описании Поддержать Звонкой Монетой В любом Случае Мы это Все Запускаем На Контент На Путешествия Для нас Это Очень Важно Очень Приятно Вот Мы Очень Рады Что Вы Поиграть Все Вместе В какую Ни Ну Вот Из Этих Клевых Игр Которые Может Связать Действительно Разные Людей С разных Концов Планеты За Какой Нибудь Прикольной Веселой Игрой В общем Есть Такая Мысль Спасибо Что Уделили Время Посидели Вместе Поболтали Всегда Рад С вами Пообщаться Ну И Скоро Новые Выпуски Очень Интересные Я Там Для вас Кое Что Подготовил И Подписывайтесь На Телегу Если Кто Не Подписан Ссылка Тоже В Описании В общем Все Ссылки В Описании На Сайт На Телегу На Донаты В общем Все Там Поэтому Рад Был С вами Повидаться До Новых Встреч Пока Пока